В смысле такой интересный разговор с главой в Ордаке Радио Он выразил прямую заинтересованность в развитии именно литератных тяжелых детей Обещал помочь с организацией подобного рода полуниров Причем чемпионат России, Кубка России, а возможно не более высокого старта Человек очень серьезный, очень эфициозный Слов на ветер не бросает Измечали слова, что если надо, проведем какие-то же правые долги Итак, организационное совещание, посвященное в рамках проводимого 21-го чемпионата России В старших возрастных группах объявляется открыт В президиуме совещания находится от вас слева направо ведущий соревнований Урочек Алексей, Архангельская область Представляет технический комитет федерации Организатор этих соревнований, главный судья соревнований Алексей Петбородов Президент федерации, Сущак Владимир И ведущий этого совещания, генеральный секретарь федерации, Александр Лея И впервые, не знаю, это у меня проводилось или нет, повестка дня Совещание заранее было оглашено Это сделано было для того, чтобы все мы могли знать, какие вопросы будут обсуждаться Каждый мог участвовать в жизни федерации Вносить какие-то свои полезные предложения И судя по тому количеству вопросов Вот их набралось 14 штук То, что это только на пользу Надеюсь, меня президент и вы поддержите И в будущем Мы также будем, как только положение следующих соревнований будет размещено Мы также будем размещать повестку дня соревнований Ой, совещаний и общего собрания И вы также, кому интересны какие-то вопросы Или он как-то может принять свое участие в жизни федерации Задавайте, присылайте мне на почту Это удобно еще и тем, что, как вы видите, сейчас собралось Я почитал 40 человек А всего с момента ведения учета членов федерации Я почитал, у нас где-то около 850 На соревнованиях присутствует в среднем 200 То есть на соревнованиях мы сами присутствуют в районе 1-4 У всех членов федерации А вот на таких совещаниях, как сейчас Ну 40 человек сами можете почитать Каждый 20 То есть таким маленьким количеством Мы можем меньше сделать что-то полезное Чем если через интернет Будем свои вопросы Те, кто не может приехать на соревнования Или по каким-то причинам Сейчас сами понимаете Финансовые трудности Или просто человек Не тренируется или не хочет приезжать А ему есть что предложить Для жизни федерации Присылайте вопросы Будем их обсуждать И решать Вносить какие-то изменения в работу И сейчас я зачитаю Повестку дня совещания В порядке очередности Это выборы старшего судьи соревнований И назначение Колоссовым Илье Ну да, президент 2 Я просто что-то это не записывал Здесь не надо записывать Председателем Коллеги и судьи Потом отчет мандатной комиссии Реклама соревнований Членские взносы гражданами другого государства Протоколы проходящих соревнования В режиме онлайн В выполнении конституционного норматива При зерне соревнований Установление рекордов России Гражданами другого государства Выдача документов Я объясню Работу седейского корпуса На соревнованиях Количество судей от команд Использование и привлечение волонтеров При проведении соревнований Сублюдение технической безопасности На месте проведения соревнований И бережное отношение к имуществу Прием заявок от городов При проведении будущих соревнований Обязательно заполнение информационного листа О топе контрольных международных соревнований И 15-й это разный И начну Ну такая Просьба информации Обсуждать сейчас Те Затрагивать те темы и вопросы Которые относятся непосредственно К проведению этого соревнования А все остальные Мы можем обсудить На общем собрании Которое состоится Запланировано Его проведение Третьего марта На этом же месте В 7 часов вечера Если вдруг по каким-то причинам Будет задержка проведения соревнований 42 человека Сейчас уже участок Если по каким-то причинам будет задержка Соревнований То естественно По их окончанию И вот Переходя к первому вопросу На прошедшем чемпионате России В Бугульме У нас было общее собрание После которого Еще остались вопросы У некоторых членов федерации По поводу выездного международного соревнования И наградной атрибутики И на следующий день Было собрано Внеочередное собрание Делались объявления В соревновательном зале Приглашались все члены федерации Присутствовало Пришли на это собрание 15 человек В принципе Из президиума федерации Присутствовали Все На данный момент Кто присутствовал в соревнованиях Был Сущак Захаров Ручьев Бесперстов То еще Зубов И спортсменов были Борьев Полосов Ну и остальные Тоже давно ездящие На соревнованиях спортсменов И на этом собрании Еще когда оно только началось Бесперстов предложил ввести В состав президиума Полосова Илью Если кто не знает Это спортсмен из Ставропольского края Он активно принимает Принимает участие В работе федерации В проведении соревнований Принимает участие Судьей Я обратил внимание Даже когда он Он приходит На соревнования И говорит Если у меня там помощь Я вот нахожусь там за танца Обращайтесь И то есть по любому поводу Не обязательно судить И даже когда он не был чем-то занят Я видел Как он выводил спортсменов Не только из своего региона Но и кого-то других То ли знакомых То ли его вопрос попросили То есть Такой активный Человек И вот без просто Прихаил Это его инициатива Предложил Вести его в состав Президент Все с этим согласились Все кто присутствовал На этом собрании И Протокол не составлялся Видео не снималось Потому что Собрание было В виде Такой беседы Президент федерации Сущак Владимир Более подробно Раскрыл Те Ответы На те вопросы Которые Некоторых членов Федерации Там у Курнева Александра Еще оставались После его общего собрания И в конце Почему я так было рассказывал Чтобы Это было понятно Это записывается на камеру Чтобы не было Потом вопросов Как так Илья Курс Неожиданно сказал Председатель Судейских коллегий И В конце этого совещания Зубов Василий Петрович Он сейчас находится Здесь Он официально заявил Что выходит О составе Президиума Где он Состава Президиума Я сказал Председатель Коллегий Судей Не Состава Президиума Владимир Путелеевич Здесь Остальные Я За бескорством Тоже Заговорил Именно Так Остальные Мотивы Какие Мотивы Какие Об этом Не расспрашивалось Возможно Повлияло Само Собрание И Никто Не знал Что Просто Он Заявил После чего Президиум Посовещавшись Назначили Илью Колосова Как бы На занимаемую должность И Вот Председатель Коллегии Судей И Теперь Он Назначен И Теперь Вы Знаете Что Илья Колосов Занимается Судейством Назначением Судей Ну Достаточно Молодой И активный Человек Я С ним Разговаривал Он Не только Согласен Он Тоже Стремится К Улучшению Работы Федерации И Судейство Тоже Жалко Что бы Сейчас Нет Он Хотел Присутствовать Возможно На общий Собральный Кубик Мы Дадим ему Слово Вдруг Я Разговаривал С ним Месяц Назад Мало Немного Обстоятельства Изменились И Что У Него Там Изменил Можно Тут Вопрос Его Касался Придется Тоже Обложить И Теперь Можно Перейти Отчет Монады Комиссии Впервые 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 На На сайте Федерации Было Размещение Стартовых Потоколов Стартовых Листов Да Это Удобно Все Видят Сколько Людей В потоке Практически Шла Такая Мандатная Комиссия В режиме Власти В течение Месяца Я Обновлял Списки Через день По мере Поступления Заявок И В инициативе Алексея Безбородова Была введена Электронная Регистрация Это такая Красная кнопка Которая При нажатии Которая Можно было Быстро И легко Отправить Свою заявку Которую Я получал И Фиксировал Вот эти Записывал Стартовых Листов Сделать для того Чтобы Организация Принимала Насколько Приедет Участников Приблизительно Все это Приблизительно Делается Чтобы Сами соревнования Максимально Удобно Получается Мы сами Все Делаем Сидор И соревнования То есть Когда Видно Какие группы Закружены Какое количество Идей Заранее Для этого Можно лучше Сформировать Что это Делать Вы сами Делайте Собердинг Поэтому Практика Собердинг На будущее Соревнования Какая же Организация Останется У нас И Наглядывается Узнение Что-то Глубо Остальное Остальное Дело Что Процесс Дизель Будет Искажение Что-то Незавидит Незавидится Но Кем-то День Плошная Картуна Не изменится Ну И не только Можно В будущем Постепенно Не сразу А постепенно По мере Того Как люди Будут Привыкать Можно отдалять Конечность Срока Для регистрации И В итоге Ну Так вот В ритуальном Как бы Мечтах Допустим При окончании Регистрации За 3-4 недели Можно Именно Рекламить Соревнования Составлять На основании Этих Заявок Потому что Я провел Такую Статистику Провел Статистику Сколько Участников Регистрировалось И сколько Присутствовало Павел Не открывается Какой комплект Ну я помню У нас Первая регистрация Велась Кому В Чехове Была введена У нас регистрировалось 116 человек Приехало 143 147 У меня Запишены Все Залания У меня тоже Запишено Павел Не открывается На другом фонаре Ну в общем По первой регистрации Приехало Значительно Больше Можно сказать Там Одна четвертая Часть Но Зато Следующие Это Струнина Игугульма У нас В Струнина Регистрация 186 Было Струнина И Где-то В районе 180 У нас Было Зарегистрировано В угольме 148 По-моему Зарегистрировано И 149 151 Нет 149 Как это нет Когда я просчитал За 10 Зазминавцев Нет Зазминавцев Количество Часть Как бы это нужно Плюс Мерок 151 151 Ну Кому это нужно 151 Ну правда 200 Ну так вот В общем там Получается Расскажение Несколько человек То есть То есть Но Это не то Что все Зарегистрировались И именно Эти люди Приехали Я Ну так Анализирую Есть люди Которые Не приезжают И Есть такие же Люди Которые Не зарегистрировались Тоже приезжают Но По статистике Мы видим Что Кто на то И выходит И Судя по тому Что Сколько зарегистрировалось На эти соревнования Это 270 Человек Возможно В среде Ну можно так Предположить Что Именно 270 И Будет Участник Хотя Из-за Нового Введения Вот этой Кнопки Она Удобная Не надо Там Сканируют Заявцы Как было это Раньше Отправлять В коллекционной Почте Там Искать Может быть Эту Электронную Почту А тут Вроде Нажал И сразу Загистрировался Возможно Тут тоже Будет Небольшое Расхождение Значит Вот по поводу Регистрации На данный момент Вместе С приезжими Приехало Зарегистрировалось 50 человек Самый молодой Участник 1975 Года То есть Мы видим Что Ранние Группы Даже Никто Не приехал Всего На данный момент 279 Человек Зарегистрировалось Зарегистрировалось 279 Человек По Регистрации И Весен Приехавшим Еще Некоторые регионы Новые Зарегистрировались Новые регионы На данный момент Всего У нас 85 Субъектов В России На данный момент Зарегистрировалось 60 То есть Это Такой Свообразный Лепорт Ну Кто мне сейчас попался Например Республика Казакса Ну Россия Которая Что еще В качестве Можества Я не про Субъеков Не за то Что мне попалось То что раньше Не было Но Я знаю Я не буду В ту Субъеков Крым 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 У нас есть Украина Беларусь И Казахстан Теперь уже появился Дальше Кто-то ездил Украина Беларусь Сейчас Стал Казахстан Но В эти 60 В цифру 60 Которые Я обсуждал Они Это вместе И нет Россий 60 Время Российской Которые Плюс Украина У нас Отрывы Съедований Беларусь Плюс Падахстан Там Заявно Заявно Там Заявно Там Заявно Там Заявно Там Украина Товарищ Геннамик Нет 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 Это Важно Важно Кто Она Был Регидаст Женщина Зарегистрировалась 18 Ух ты Да Тоже Много Мужчин 267 А Женщины С учетом 30 Группы Да Да Просто Все Группы Я чувствую Женщина Женщина 18 Плюс 80 Это Тогда На Первый Позовь Очень много Ух Погода Регистрировалась Сейчас Зайдем У нас Получается 85 М85 2 человека 89 75 20 М70 14 М65 25 М60 25 М55 35 М50 35 Вот раньше Эти две группы У нас Делились М45 18 М40 34 М35 22 М30 22 Тоже Хорошо В Женских Группах Все Все Группы У нас Заявившиеся Ж 65 2 61 55 1 51 45 2 42 35 3 И Ж 36 Самая качественная группа Еще у нас Ну в качестве статистики Потому что В компьютере По таблицам Можно легко Смотреть У нас В одной группе Московская область Заявилась Во всех Комиссарах Петербург Больше Нету Такого Региона Где Была Представлена Семьи Ну В общем И все А так Массовая Самая Массовая У нас Москва Московская область Москва 12 И вот Один человек Написали 13 Красноярский Край 12 Владимирская 1 Ну и все А там Дальше По что Прошу 60 Расправление Нету Я бы 60 25 Память какая Изо Офисового Такого Ну В общем По поводу Массовской комиссии Я наверное все Сказал Теперь Перейдем К следующему вопросу Это Если есть какие-то вопросы Я могу Ответить Следующий вопрос Это Регламные соревнования Регламные соревнования Этот вопрос Попросил Автором этого вопроса Выступить Беспирск Михаил Все вы его знаете Это Спортсмен Который много Участвует В соревнованиях Ездит на международные Соревнования У меня Такой статистики Нету Но с его слов Он больше всех Провел соревнований Среди Ветеранов И у него Есть опыт Проведения соревнований На двух помостах И По той статистике Которая была В стартовых листах Он вырос Такую Обеспокоенность Попросил Задать Некоторые Вопросы По поводу Регламных соревнований Он вырос Такую Обеспокоенность Попросил Задать Некоторые Вопросы По поводу Регламных соревнований А По самому Регламенту Я могу сказать Что Этот регламент Составлялся Организаторами Соревнований В данном случае Алексей Безбородов Сейчас мы Регламных соревнований В этих группах Участвуют Ну Сейчас Всю инициативу Взял Сила Проводящая сторона И Вот я вам Передаю Регламент Для ответа И Михаил Просил Вопросы Чтобы они выступили Он Михаил Выразил Такую Беспокойность То что Может быть Организаторы Немного Завысили Планку И Попросил Других На основании Со своей Стороны Проведения Соревнований По Электронным Программам Чтобы они Дали свою Оценку Соответствует Этот Регламент Или Почему Потому что Это Организационное Совещание И Мы Вправе Изменить Этот Регламент Если Это Необходимо Если Это Будет Удобно И Полезно И Для Проведения Соревнований И Самим Спортсменам Поэтому Михаил Ой Алексей Без Слово Всем Добрый Вечер Сразу Делаю Стою По Регламент Александр Говорил Что До Этого Регламент Основывался На Предыдущих Смертах В этот раз Ситуация Ничем Не Отвечалась Просто Мы Диагноз Для Себя Проанализировали Предыдущие Старты Чехов Струдина И Прочтительно Количе Участников Оно Вступало В Местном Разберии К Группам Поконсультировались В Выщем moral Серии К pontos Время того, что все достаточно нервное, соответственно, вот такие получились итоги. Конечно, количество участников, оно ожидаемо большое, хочу сказать, что оно не просто так появилось. Нами, организаторами, была проведена достаточно большая работа, которая может быть где-то не видна, но мы именно привлекали средования людей, в первую очередь более молодые группы, детушки, 30, 35, 40, путем именно рекламы, через социальные сети, через интернет, через рассылки, и личные связи. Поэтому мы ожидали, что приедет много, ставили планку 300 участников, чтобы на нее ориентироваться, вот, и, ну, как видим, до ожидания, в принципе, обратно. Дальше. Все вы увидели, для многих, наверное, было неожиданностью, что установлены два полоса. Я хочу, чтобы это вначале не афишировали, расскажу, у нас в своих потеречествах, да, вот такой разговор, да, что мы будем, я непосредственно и меняется, я буду участвовать в развитии, и реализации именно на тяжелоотечествах, страшных процентов. Для этого есть определенные методы, так как привлечения людей. Потому что людей занимается по России действительно много, что походится, что эти люди. Если начинать с жопой контрисы, то я, как бы, боюсь, гоночкового порядка полутора, хуже человека. Реально, социально. Соответственно, если начать их привлекать, над этим работать, то количество поступающих не растет. Понятно, что много зависит от ответа, проявления, да, сколько, сколько, сколько. И, соответственно, через какое-то время, да, мы находимся с проблемой, нехватки просто времени для самого проведения. Потому что здесь у нас соревнования идут 3 полноценных дня и 2 дня по одному посылку. В принципе, 4 дня полноценных. Вот. Если участников будет еще больше, сами понимаете, что здесь проводить. Соревнования в течение двух часов, я думаю, это не один. Город привозился за такой, как вы видите сразу. Очень выросли из этого чемпионата, начальство, вот, пракуст, приедение на 2 полноценных. Пробовать, есть ли возможность будет, ну, как экспериментальный чемпионат, хотя, конечно, все из вас наверняка выступают на 2 полноценных. Ну, есть 2 полноценных, пожалуйста. Там, который вообще не получает. Соответственно, все уже заработаем на 2 джаз, работаем с на 2 полноценных. Здесь, как только обществом, да. В Америке, еще не были, там, на 2 полноценных. Именно, значит, запрочем отлично выезжать. Я думаю, что будет, пожалуйста, так. Здесь, вот, эта ситуация очень расстраивается в плане. Если заявлено 35 человек, то, соответственно, они будут делиться по лицовой циклой, а при этом такой полноценный полноценный зал 8 полноценных полноценных, плюс мы разминим еще тренажер и увидим покрытие анализирования, потому что они полноценные пространства, то есть поставим еще 2 точки. Итого, получается, у нас на один поток будет 10 тысяч рублей. Поэтому я считаю, что то количество, которое заявлено, вполне как-то справиться. По раз меньшему, я думаю, что это вот на уровне. По регламенту, по каждому времени. Ну, так во времени, ну да. То есть максимально будет придерживаться рекламы. Если какие-то образы будем кинуть, то это внимательно будет. Продолжение следует. 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 Два года я генеральный секретарь, я снимаю все соревнования. Всех вы можете посмотреть. И, кстати, того же Берестова, вы хотите посмотреть. Единственное, отличное только в живьем, как бы, посмотреть. Или в записи. Видео, как вы понимаете, будет. Потом будет размещено на сайте Мер Тяжелый Атлетик. Посмотрим. Я продовольку Гульбы еще не размещал. То есть это не скоро будет. Ну, Берестова. Списание его, да, я уделю время. Отдельный ролик могу сделать. В течение месяца в интернете посмотрите, как вы принимаете. Ну, это уже. Леша, еще спрашиваю. Да. Да. Отношение. Все связано. Что один моток в 4 часов. 5 часов. 7 вечера. 7 вечера. Алексей, ну завтра у вас сколько? 6 вечера. 9 вечера. 5 вечера. Саждании приедут. 24 часа. Молодцы, не приедут. 24 часа. Да, объясняюете. 8 вечера. В 1 вечера. Это связано с тем, что мы пытались найти для проведения соревнований этот прекрасный объект. К сожалению, это не всегда просто легко делать. Пришлось, скажем так, некоторым людям идти на уступки, согласовывать свои действия. Поэтому мы в субботу и воскресенье, первые половины дня, оставили детские соревнования, которые должны были в регламенте проводиться в Москве. То есть зал здесь с утра не будет уставать. Здесь будут выступать младшие и младшие, то есть это 15 и младшие. Соответственно, это как бы, ну, пришлось проходить в какой-то формисс. Я думаю, он получился не совсем такой неправильный, да. Очень многие, на самом деле, очень хорошо оценивают то, что будет в сочетании самоклассников, и, соответственно, таких людей, как Вы, которые самые опытные, у нас в ситуации есть и здесь. Конечно. Что делать с терапевтами? Какие-то неудеют, если эти первые соревнования, они все разойдутся, кто скажет. Вот есть и доныши, и ветераны, и их родители, и к детству взяли просто. Это популяция. Ну, я думаю, мы к этому придем со временем просто. Здесь вот, пока Вы, вот, делаете первый шаг. Вот это вылезли, и ты в одном уже что-то будет туда-сюда. А если нет? Ну, на самом деле, я сразу Вам расскажу, когда Вы начали организацию этого турнира, наверное, все Вы обратили внимание, что здесь какая-то структура называется «Гербио». Сразу могу сказать, что это структура коммерческая, и у нас при подготовке к этим соревнованиям вышел себе такой интересный разговор с главой «Гербио». Он выразил прямую заинтересованность в развитии именно ветеранских тяжелых детек, и, вот, обещал помочь с организацией подобного рода турниров, вот, там, чемпионат России, Кубка России, а, возможно, не более высокого старта. Человек очень серьезный, очень эфициозный, слов на ветер не бросает. Призвучали слова, что, если надо, проведем какие-то международные улицы. В этих стенах есть еще один объект. Поэтому, сейчас мы начинаем от такого второго мероприятия, да, возможно, в следующем году будет еще выше норма, надеясь. Я их уже не приводил, наверное. Ну, по поводу... Да, по поводу разделения женщин. Ну, во-первых, в большей части по просьбам задать женщин. Потому что, допустим, 30-35 лет практически всегда люди, правда, в группу заняты. Да? И на середине недели выпускают случайность примерно на два дня, каждый день перед соревнованиями. Все получается. За счет этого страдает масса. Поэтому, пока мы их разделили на две водороскопилки, дальнейшем, конечно же, планируется... Добреясь. Можно говорить, если будут несколько соревнований, они, конечно, все выступали, зашло в период в воскресенье. Сейчас вот эти 18-ти участниц, которые уже есть, и большая часть явилась как раз в младших 30-35 лет. Именно в том числе того, что этот поход просто был на первых соревнованиях перед видом в Санкт-Петербурге. Кстати, у нас в вещи будут задавать вопросы, что в рекламе соревнований где-нибудь в такие позиции? Нет, это уже решение. А вот раньше реклами вообще, на настоящей стороне, он тут просто взял ответ, взял, перевез в группы. Сейчас женщина, она такая приедет и скажет, а я не давал своего права. Но это же было заранее. А другой организация возьмет и скажет, а я вот хочу, чтобы каждой женщине Г-40, М-40, Г-50. Я же к тому, что должна быть какая-то реклама, как мне должен быть. Организатор. 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 Организатор подготовит на организатор. Организатор организовывает, исходя из инвесторов, требования основных, так называемых условий, как делать непорадное положение, в котором он украшает. И даже проходитесь на армию, чтобы сначала уступать мужчина, а потом женщина. Ну да, в последних примерах приведу последние, в последние примеры, в последние примеры, в последние примеры. В последние примеры, в последние примеры, в последние примеры, и в последние примеры, у Европейских игроков, у вас какой-то фарад был? Завтрашний пример вы читаете? Ну что? Завтрашний пример. Завтрашний пример. Ж-40, С-6-40, то Ж-80. Вешение Ф-9, начало соревнования Ф-11. М-85, М-8, свешение Ф-9, начало Ф-1. М-85, два человека, это 62-я и 85-я. А как было заявочие в jewel? Остали свои местаы, у меня тоже по его правде сказали. Уважаемые места, потому что загрузка... Время не теряет, кто нашёл, он или в него убил, его убил, его пошли. Вы везите вот эти источники всех, а кто-то не приезжает, а кто-то не приезжает. Так человек сейчас просит, сколько человек будет наступать? Ну мы тоже. Не, я говорю, поднимите, поднимите. Сейчас он сразу. Скажите, пожалуйста. Во сколько он сейчас? Нет, все, кто приехал, могу отдельно, где-то приехал. Ну, например, Василий все зарегистрировался, а вот этот второй, его помощь не было. И что тогда, вы сказать, что один человек возникает? Пока. Нет, пока. Он зарегистрировался. Отдельно потом? Конечно. Могу сказать. Конечно. Регламент остается прежде или нет? Да. Если он будет отклоняться, все хорошо подлежит. То есть придерживаться основного рекламента, который был в положении. Семь связи? Двенадцать здесь? Как мы видим? Один на шехточатах. М-8. Те, кто сейчас находится в резидене, все проводили соревнования по этим электронным программам. У нас в Питам Московскую область. Владимир проводит старую купанную Московскую область. Алексей Ручев, он и здесь проводит, и у себя в Харяжке. И то еще. А Москва тоже проводит на электронной программе. Так что, они, по-моему, не сказали. Вот властами нет. Витера. Ждайте такого Максима Чухронова. Куда? Пси. Ты чего, с Аркадем? Агром, члена есть. Все просто. Василий Петрович, не бойся. Останут нас с тобой, а мне в сайте. Да, я специально пересталил эту заявку Тише и поварить Малаган М80 Малаган 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 Все по регламенту. М75 62 2 69 3 77 2 85 3 4 1 105 1 Все? Или 70 А вот сколько выступает? 14 Ну и можно вступать А 60 зачем они? А 60 за 70 За 70 За 70 За 70 Ну тогда все, да? Можно Одно слово Я дорожный министр Леонстратов через Ростовскую область Я по Тяжелоатлетике здесь По чемпионату Здесь указывают чемпионат России Старших Старших А как Быть с присвоением Мастеров? Будут присваиваться здесь Мастера на этих соревнованиях Или нет? Он же для этих соревнований В российских же нету? Нет А присваивать только Они Они Не несут такого Как они Я скажу Согласен Но они Как бы общественные Эти соревнования Я понимаю Общественные Но Если вы показываете Результат впервые И выполнил здесь результат То можете Вести Я скажу Что на городском соревновании Подъехать Приехать В министерстве Сказать А я вот у себя Скорость Нет 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 А почему Не нести И куда Потому что у нас Депутат Николай Воловьев Принес Госдуму На обсуждение О отключении Ветеранского спорта В ряду Соседей Остальные фреймы Нас Чуть обсуждается В ряду этот вопрос Когда Для Мы У нас У нас Единая Политика Во всех этих спортов Когда у нас Понятие Такое Как ветеранский спорт Тогда они Дальше 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 Да Да Это Звободность Чего Чего А мы Угрыгаем Вопросы Здравствуйте Следующий Вопрос Можно я Членские взносы Граждане Другого государства Дальше 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 Скажите А я спрашиваю Надо или не А как Они же в этот день Завтра на после жахтных жахтных кто-то еще приехал чтобы не ночевать и не платить вначале они могут приехать конечно в жахтных к 3 часам 10 человек приехали так говорит или нет? говорит просто время не на то тратится ну вот всего 6 человек ну приедут сюда сейчас а вид 69, 1,56 2,105 и 1,54 конечно я могу вам сказать что например все мандатные комиссии которые предшествовали этим я сидел с 12 часов до 6 не отходя от компьютера и у меня все время была очередь сейчас вы видели во-первых зарегистрировалось и у меня регистрировалось в пределах 100 человек сейчас зарегистрировалось 5-10 то есть 2 раза в месяц и вы сами видели у меня там 2-3 и пробел 2-3 и никого то есть видно что во-первых удобно людям не нужно приезжать в первый день а приезжать в последующий то есть все удобства еще один момент такой вот я прослушал 850 человек у нас вы знаете я вот веду статистику 12 лет недавно у нас самое большое было до нынешнего чемпионата 240 человек это в Балахне в Балахне потом были 235 там 211 226 223 в среднем 200 не выходит потому что самое малое было 116 человек в росте ну дело не в этом откуда 850 я не могу понять 850 850 850 это я говорю это статистика по тем у нас точно нет федерации это те кто хоть раз приехали на соревнования и зарегистрировались у нас они уже умерли некоторые многие умерли кто умерли могу я кто в этом году в прошлом вернее умер могу их заменуставать нет за 12 лет я веду 14 лет я веду хорошо давайте заменять 150 остается 800 ну пускай 800 у меня от предыдущего секретаря Александр Александр отвечаю на вашу работу от предыдущего секретаря осталась вот такая книжка со всеми вашими фамилиями когда мне передали ее чтобы не писать как это он делал раньше все от руки я занес это все в компьютер и сейчас посчитать это элементарно я взял и посчитал просто ну там 5-10 выписок надо сделать я не историк да да и можно тут фиксировать в принципе если вам так в принципе я могу заминусовать вот эти года там начиная с 45 и дам вам статистику именно с этого года рождения вот но умираются не только кому в 80-70 лет умираются и в 50-45 ну я же не могу минусовать и прояснять и минусовать их все она не объективная она не объективная она усредненная пусть она не объективная а усредненная пусть не 850 пусть 800 это точно так же как на чемпионаты мира европы ездили в нас и зарегистрировали здесь порядка 3040 человек где-то так все кто едет вот нам допустим Ну, вопрос не предъявлено, да. Просто у нас очень много вопросов. Тихо, товарищи. Немножко неприятный момент, но неприятный. То есть, ввиду того, что городной отрывочек уезжали без заказа без границы, когда зашла прощая проблема, зашла в другое. Вот я хочу слушать ее, что службы, лежащие в Москве, в Москве, на сумму лежали на 2 месяца, в 1500 залежали. Мы готовим ее, экзакт, готовим ее в порядке 100 рублей. Там, видите, фотографии ее присылали. Вот, груз у нас попал, и заново заказали, заново заказали, возможно, они не приедут даже на все соревнования. Вот, поэтому мы обратно в порядке заказали медали на вручение. На вручение, надеюсь, вручили на медали, но они, соответственно, эконом-класс, это просто на вручение. Дальше, после соревнований, все медали, все медали, качественные, да, как вы видите, за качественные, будут всем назованы. Назованы будут на федерации. То есть, не 300 там посылочные будут делать. Например, Московская область одна, Москва одна, Челябинская одна, Луган одна. Вот, вот. То есть, все медали будут... Возможно, от концу соревнований они приедут. Возможно, не приедут. Но 100% гарантия то, что все участники, которые завевали из-за того места, будут обладатели. Мы подбежали 100% гарантия. Ну, по-любому. А завтра выручать не будете? Нет. Завтра будут медали выручаться просто, как сувенирные. Я с вами. У вас будут вот эти соревнования. Двое медали. На вручение будет соревнование. Завтра будет выручаться. Видео будет сниматься. Да, видео будет сниматься. Так что, прошу, не устраивайте. А, нет. Есть медали, две основные. Оставные медали. В конце соревнований, либо... Подумайте, как-то добавьте. Вот так, как раз посмотрел. Попробуйтесь. Будете снимать. Друзья! В Ютюбе. Вы себя будете осмотреть. В Ютюбе посмотри. Я же помещаю все соревнования в Ютюбе. Каждый такой. Нет. По поводу медалей. Смотрите. Мы решили не заказывать во правильном порядке что-то простое. Обычно покупать необычные магазины. Просто они инсклюзивные. С цифрой К1. Мы сделали тоже инсклюзивную медаль. Она сделана, соответственно, из стильта с гравировкой. Она точная копия по приеме Семьмичем и той медали, которая будет вам выдаваться по хуже. Игры. 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 были вручены ВАЭФ на чемпионате Европы, Денис Локер, ванной федерации, федерация солидарных призыв, а в Японии на муше мира спортсмены-селены жатых привезут нам медаль. Как все будет получено, ждет ответ, что вопрос решет положительный рейтинг, до этого вопрос, да, вот это продолжает. И еще один момент. Когда проходит международный конгресс в последнее время, около 80% людей обсуждается вопрос должности. Обсуждается, как, что и чего. Буквально неделю назад я получил с генерального секретаря международной федерации письмо, в котором было сообщено. то есть инфраструкционный рейтинг семи листов, там новая политика вклада на 2016 год. Каждый спортсмен перед своим участием, то есть каждый учащий чемпионат России, сначала поставит свой подпись, потому что до него доведена вся информация, что касается применения должности. то есть подвешивание, вам будет вручен известный подвесник, где нужно поставить мобилию, имя и подпись, потому что вы проинформировали. Да это уже пять лет делается, вот у меня тут. Перевести их пять лет. 2016 года, это все в такой форме. И эти витки, витки, которые последний рейс в подпись, нужно отозвать на 20 раз. То есть, например, участок 30 человек, эти 300, ну, кроме 30, 300 этих витаций, нужно отозвать, потом приедем на лейтенары, для них очень важный. Лейтенары и все их коллеги. И сейчас выделяйтесь на месте, наоборот. В этом рейтинге опознает этот подпись, то, что вы... Сначала технику прочитать, да? Технику прочитать. Технику прочитать. То есть... А индивидендеральный ход от приемов напишет за то, что заходится в вашем организме. Слышите? Каждый несет ответ за то, что заходится в вашем организме. А наказание, смотрите... Нагиб. Результат отроки от управления опополи 본ином четыре года от ранения с ученой портыми сектора вашего. Четыре года? Четыре года, да. Четыре года, да. Минимация с ограниченной стороной. Важно. Может быть больше с первого раза. Независимо от возраста. Независимо от возраста. Да, что. Берзянь. Вот это спецификация народной федерации. Вот это вот спать войско, вообще с той иной. Мне нужно подготовить вас, чтобы принести оригинал в следующий год. Каждый участник подавленного создавания должен быть от закона. Чтобы никто не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал. А полный, он не велика, не знал, что я не знал. Я это сам, включал. Это у нас есть на сайте. И подписывайтесь на сайт. Так что, пожалуйста, подпишите за то, чтобы вы уверены. Вот. Лишь, где подпись должна ваша стоять. Что вы ознакомлены. Вот, по-настоящему. Country, страна, family. Вас не понятно. Где вы ознакомлены со всеми требованиями. Вас по поводу допинг-сорбов. И вашим дамом. Все дамы, что вы согласны со всеми требованиями. Мы всегда согласны. Надо не допинг проверять, а кормить получше. Людей. А вы допинг? Допинг. Допинг. Нет. Мы только на третьей бабусе. Всего четыре. А то заработать занимаетесь. Допинг. 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 Допин. Допинг. Допинг. Продолжение следует... 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 Даже как и раньше, недосмотр не был, строгий, только на бумажке, сейчас контролируют. Седьмой вопрос. Установление рекордов России и гражданского государства. Слово, президент федерации. То есть, к нам приезжают спортсменов, анагистры, готовности из других стран, бывают печатные, фонарды, показывают результат, превышающий рекорд России. Соответственно, мы не будем брожить российский паспорт. Рекорд России по российскому паспорт. Просто они прописаны. Да, то есть, рекорд России фиксироваться не будет. И по поводу, я вспомнил Республику Казахстан в предоставлении выпускателей. Он временно проживает в Казахстане. То есть, не удивляйтесь, что в Казахстане Установской области не выступает, у них был разговор с федерацией. Сырен, что снимается в Казахстане. У него есть временная прописка. То есть, все как положено. Я, конечно, не проверю, это пока тут на словах. Но сказали, что есть прописка. Восьмой вопрос. Выдача документов, сертификатов дипломов спортов раннего второго соревнования. По Гурбе те, кто устанавливали рекорды, были отличными сертификатами и медалями, потому что не приезжал Никифоров Лев Константинович. Обычно он выдавал медали. Сертификаты выдаю я, но они были тоже забыты дома. Я подготовился к гурбе. Смотрю, здесь, по-моему, нет тех, кто выполнил рекорд. Да, установили рекорд. Они все готовы передать другим. Медали, как я сказал президент Федерации, Никифоров Лев Константинович передал, да, президент Федерации, а они. Завтра Владимир Васильевич отдаст их дне, то, по-моему, не все, да? На все. Он отдаст их дне, и я буду выдавать вместе с сертификатом. Медали? И... Хорошо. Да, и вот раз говорят, что ближай вечером, то в течение дня не получится, тогда на следующий день. И еще, для того, чтобы не было у нас такого, вот при Леве Константиновиче, то, что он привозил, допустим, пять медалей, а выполнял 10-15 рекордов, потом спортсмен, допустим, однократно приехавший, уже не в состоянии их получить, а потом приезжал и говорил тому же Леву Константиновичу, я вот выполнил, дайте мне. А он всего лишь просто смотрел протокол, видел, что да, выполнил, не давал, то есть не было такого контроля. Мог человек через два, через три года, уже получив медаль, опять подойти, и по второму разу получить. Чтобы этого не было, мы... Раздамочный метод, как будет медалей, то есть не знаю, пять рекордов, пять рекордов получаем, поставил свой порт, и все. Да, зафиксировал. День рекордов, получил две педали, все. Единственный момент, то, что сзади у нас осталось, знаете, в последний год, в этой дороге, если проточить, то, что был 100 рекордов, вот у нас это, на сайте точно количество рекордов, все карцены, 12, 13, 14, 15 год, все это размещено, но в 14, 15, дали у нас много не вручено, сейчас 140 грамм, осталось, с учетом того, что на 2015 год, Александр будет, завтра начнет выдавать, выдавать губы, да, губы, те, кто, но сейчас, они тоже, как бы, немножко прибегают, там, от такого же сорвания, здесь будет насчет, то есть, президент финансовой линии, где-то, что, так и все, что, сейчас у нас будет достаточно, чтобы, ну, выпустили, там, в этом взгляде, в этом взгляде, то есть, вопрос, не переживать. Тут все, все будет, нет, переборки. Эти заканчиваются, теперь, все, если, 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 у меня такой вопросик, вот, при выступлении, будет протоколе, известно, какие рекорды? Конечно, да, это вопрос, переборка, он объявлять будет? по возможности, пойти сюда, сагрестируем? Конечно, да, да. Так, все-таки, вот этот, третий пункт, любительские соревнования с присвоением разрядов, все-таки, до какого разряда имеет, вот это, эти вот соревнования, имеет возможность присвоить, или вообще не имеет возможности? Понимаете, получается, когда люди молодые приедут для получения разряда, первого, или кандидата в мастера, имеют статус вот эти соревнования присвоить разряд? Да, давайте я просто расскажу. Ну, давайте, давайте. Потому что задали вопрос насчет мастера, а разряд... Да, смотрите, здесь, вначале у нас было предложение, когда стало вылицовываться, что соревнования будут не они, а здесь будет и чемпионат России, и чемпионат Москвы среди младших юношей, назвать этот турнир в фестивале тяжелоатлетики, и в рамках его провести несколько соревнований. К сожалению, не удалось сголосовать, но не в этом суде. Что такое любительские соревнования? Это турнир, который проводит салют-вердиот. Это тура, которая произойдет объект. Я понимаю, но тут это турнир включен, по крайней мере, пытаются включить филентарный план. Включили, включили. Вот сейчас этот турнир будет в субботное воскресенье, сейчас это соглашается, по предварительному форуму будет включен, но это будет только по предварительному турниру. так, ничего. Ну, нам это не относится. Это не относится. Нам не относится. Это надо не по ветеранам поднимать, а на те, что 30 тысячи лет, 300 тысяч, 130 тысячи лет. Они должны поднимать на тех соревнованиях, которые будут в субботу в воскресенье. Понятно. Они поведены. Если вы субботу в субботу, то в субботу с вами будет до кондитата. Понятно. Они все равно как-то исключены. И все читаем. Я поэтому к вам часто прошу. Это как-то облашные и еще остались невостребованы. Я их вожу, вожу, вожу. Пытаюсь так спортсменов найти. На каждом собрании буду озвучивать. Трифонов. Усольцева. А. Ну ладно. Кривкин. Бурганская область. Шабанов. Кемеровская. Педерин. Ярославов. Зарипова. Пермская. Барченко. Написано, видите. И. И. А. Исторождение. Ну. Пальчик. Я вам не знаю, что с ними делать. Другие паспорта. Мы вообще выбросить их нам. А придут, скажем. Мы выбросить их нам. Да, да. Если и будет. И еще. И еще. Остались международные соревнования дипломы. Их не много сейчас. Евгений Белов. Причем был. Какой-то спортсмен был. Говорит. Сейчас выступлю. Заберу. И пропал. Вот такая. Вещь. Я не помню. То ли Белов. То ли. То ли не будут. Белов. Белов. Александр. Щекотовский. Смирнов. Виктор. Второе место. Белов и Иванов. Правильно? Это Нижегородский. Смирнов. Виктор Сергеев. Я не знаю. Не наш. Наверное. Суперитель. И Бухай. Бухай. А. И вот еще. Шлаунов. Владимир. Рудольф. Гайдук. Ну вот хоть один. Временно сохранить. Временно сохранить. А потом выбрать. Ну. Работа судейского корпуса на соревнованиях. Организатор соревнований. Помимо того, что каждый регион должен предоставить судей. Организатор соревнований привлекает свой еще судейский корпус. Кто не знает. У нас в Москве. Не у нас в Москве. Я сам из области. В Москве. В Москве. Москва есть приравненность к административному округу. Здесь. судьи. Ну. Как скажем. Высококвалифицированные. Высокого уровня. Они на российских соревнованиях судят. И вот. Алексей. И ты их учишь, да? Да. И вот нам надо как-то оставлять часть судей. Прямлячок. Судейство. Ну соответственно. Добровольцы. Добровольцы. Волонтеры. Волонтеры. Там меньше будет ветеранов ездить. Вот жалко реликулы сегодня нету. Уже не будет. Тоже. Краску нажимать. И ноль. И перестанут ездить. Не-не. Подождите. И вот. Я с Ильей Колсом поговорил на эту тему. Президент Федерации на прошлом собрании как раз. Эту тему как раз затронул. То, что. У нас спортсмены. Все все поднимают. Выезжают на международные соревнования. И. Есть неудачные попытки. Из-за того, что. Судятся соревнования не строго. И. Вот с Ильей Колсом. Мы ему поучим. Чтобы. Не сразу. Именно с этих соревнований. Строго судить. Но. Начинать делать какие-то. Судим. Делать замечания. Спортсмены. То есть. Президент Федерации. И. Действительно. Как бы. Черезкий. Действительно. Действительно. Прилетируем. Прилетируем. И. Придерживаться. Основных правил. Другейшая ошибка. И. Действительно. Погрешник. Если. Там. Пройдет баранка. Я думаю. Кришник. 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 Хороший. А. Погрешник. 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 В первую очередь. Спортсмены. Прилетируем. Кто-то. Все. Погрешник. 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 И. Особенный момент. При установлении рекордов. Если. Куча ошибок. Рефрегат. И. И. Вообще. Правила. Они одни. А не для всех. Для юниоров. Для взводов. Для нас. Ветеранов. Нет. Правил. Для. Новичков. Для опытных спортсменов. Для профессионалов. Нет. Для ветеранов. Правила одни. Если там написано. Жив. Запрещен. Ну. Он должен быть запрещен. Если. Спортсмен. Ели. Вытолкнул. А дальше. Конкретно. Ну. Он не должен быть защитным. Потому что. При выезде на международное соревнование. Сто процентов. Это. Незачем. Ну. Если. Суперинки. Все. Это хорошо. Согласен. А дальше. А если. Если движение не было остановлено. То. Другой вопрос. То. Можно не придираться. Мы же. Уже. Уже. Тут. Вопрос. Вместе. Будет сниматься. И реагироваться. Правила есть. Строка. Сразу. Никто судить не будет. Но. Просто обращаем ваше внимание. Потому что. Ну. Вы поняли. Будут делать замечания. В первое время замечания. Правила единые. Но. Люди сидят. ублика. Беда растет. Беда растет. Надежда у нас удивилась. Давайте вот луканик включаясь. Смотришь одна тройка судьи. та вторая. Абсолютно по добру. Чуть. И еще, пожалуйста, те регионы, у кого более четырех участников. Есть статистика, я сейчас продиктую, у кого больше спортсменов заявлено. Есть регионы, которые больше четырех человек, но судьи не выставляют. Как правило, это те, которые приезжают спортсмены самостоятельно. Нужно, раз в правилах есть, что если больше четырех человек должен быть судья, надо как-то общаться, как бы договариваться и самим выставлять судьи. Потому что у нас, как правило, судьи, это три судьи, которые сидят за столиком. У нас нет даже жюри. Иногда бывают технические контролеры. Благодаря как раз вот этим всем командам, которые он будет учитывать, которые должны выставлять, Алексей Безбородов, своих судей привлечу. Нужно также, чтобы присутствовать жюри. Будет вытать соревнования? Точно я не знаю, все-таки два помоста. Как это? Получится, не получится? Это будет видно по тому судейскому составу, который будет наличие. В дополнение к этому вопросу. Внимание! В дополнение к этому вопросу. То есть судейство будет оплачено 300 рублей за поток. То есть желающие принять участие в судействе, пожалуйста, запишите, в какое время руки потоки вы можете. Это уже интересное. На жавчурном. На жавчурном. На жавчурном. На жавчурном. На утро. Вот же пишите меня. Или я просто запишу. Или я просто с завтрашнего дня будет запишу. Я ему сразу же право. Просто я в ряду буду сниматься. Я же не буду ходить с ним. То есть лицом судейских, а кто спросит, что в собрании осталось, и кто в потоке какие-то. А, ну вот, Александр, вот. Мы снисаем в совещании. Подождите, Владимир, он запишет, кто в какие потоки они идут. На чемпионате. На чемпионате. На чемпионате. На чемпионате. На чемпионате. Следующий вопрос. Ну, ничего страшного. Работа. Десятый вопрос. Количество в суде и от дома. Вот, сейчас я скажу. Ой, ты стык считаешь? Считай, это зёк. Шелк, что мало. Представьте, это регион. Исполните. Архангельская область, семь человек. Астраханская, три. То есть на грани. Башкортостан, четыре. Владимирская, один. Воронежская, три. Иркутская, три. Почему говорю три, потому что может приехать как бы случайный спортсмен, такие и есть случаи, и пожалуйста, бой четыре. Чтобы вы не удивлялись, почему из общего командного зачёта убрали лучший результат спортсмен. Макалужская, шесть. Красноярский край, двенадцать. Курская, девять. Насква, тридцать пять. Область, Московская область, сорок два. Нижегородская, двенадцать. Новосибирская, шесть. Орловская, три. Пенский край, три. Ростовская область, четыре. Тамарская, пятнадцать. Питер, семь. Тавропольский край, восемь. Тверская, семь. Томская, пять. А, неважно, можно, конечно. А, ну смотрите, потому что в случае, если не будет представитель судья, то будет. Результат, лучший результат спортсмен. Ваши сточки. Первый по шестой награждается. И ещё был вопрос по поводу как раз судей от команды. У нас в положении сказано четыре человека, а один судья, девять, два. Но спрашивали, а почему вот Москва, Московская область? У них огромное количество спортсменов, но они также вот тридцать пять, сорок два человека, а выставят всего лишь два судья, и всё, и у них всё хорошо. А кому-то четыре человека, они в разные дни приезжают только на время соревнований, чтобы выступить. Некоторые даже на награждение не успевают прийти, убегают сразу на поиск или самолёт. А вы должны оставаться, если, конечно, командное деятельство важно. Так вот, ну вопрос, почему большее количество команд не выставляют большее количество судей? И вот мы вправе решить то количество, до сорока, до пятидесяти спортсменов в команде, какое они количество должны быть. «Нам нужно вот эти команды, где много спортсменов, выставлять более-более спортсменов». Это ракета. Получается, если более человек, давайте прочитаем слушатели, кто за 8 человек в команде, а у него больше 1 судей. 1. Кто против? 4. 2. Ещё раз. Голосуем из отцов, чтобы команды, как в Москва, где 40 спортсменов, одна команда, 40 спортсменов, выставляли большее количество судей. Кто за это? Понятно. Кто против? 40 участников, 4. Значит, это нужно. Теперь нужно выяснить вот эту градацию. Это 10 человек. То есть 9 ватт, а следующее что? 20. 30. 30. 4 и 100. Нет. Согласны с тобой градации? Кто за? Кто против? Все. Единогласно. Присутствует у нас 30, ой, 40 человек, двоевышний. Не вопрос. Не, не, не. Так, чуть-чуть осталось. А нас же круглые. Да, да, да. И вы тоже. У нас 10 часов. Сейчас. Использование и привлечение волонтеров при проведении соревнований. Ну, мало... Давайте я на собрании задроблю эту тему, потому что мало... Будет ли? Будет ли вопрос? Мало 4. Мало 4. Я по поводу спортивного прыжка. Что у нас, да? Положено? Вот 40 человек, например, где там 30 в Московской области. Пусть они отметят, кто будет выступать за команду. Потому что, если кто-то подвел кого, то он уже залучит. Мы как-то с ним сами. Это не будет, что у нас не было. Мы как-то с ним сами. А с ними не прошли. И как с ними? Как-то с нашим человеком. Как, как, как... Когда решали? Это... Когда спортивного прыжка. Это было уже по 8 ночи. Что-то было уже? Благодаря фарту. Да, и по ночи... Да, да. Это получается, как ты, грубо говоря, засуществил спортивного. В лотерее был. Да, увезло тебе или не повезло. А тут получается так, как сейчас. Если не сильный, то ты выступил в канал. А если слабый, то ты не даешь вообще наносить. Жарный с полоноги, если нет. Он... А можно вот эти вопросы? То есть, другой вопрос. Кто скажет вопрос? Почему? И вот этот вопрос буквально теряет этих вопросов на балл. Ну и прям... Все эти вопросы. Смотри. У Москвы лучше к тренировке. Да. 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 Ну это хорошо. У Москвы, какие-то... У Москвы, около... Четыре списка. У Москвы, да. Что организаторов дали. Поэтому здесь... Здесь. Кто вызовет, все вызовет. То есть, как я сказал, 8 тысяч результатов. И... Да, кстати... Здесь. Здесь. Хорошо. Сторожно. Европы берут. Две, два человека в группе. Мужская и женская команда отдельная. Отличная категория 23 штаны. Интересно так? На другие правила. Поэтому здесь упрощенная система, упрощенная. Ни каких фоктастов. Все почистить. Все открыли. Комюнин будет на дорогу. Дейдер посчитал. Призыва не будет. Нормально. И... Просто приезжайте, кстати, нужно. Больно они заборачиваются. На следующий раз в следующий раз в шоке. У всех вернуться 40 лет. У нас еще можно больше здесь в снежной дороге. Уважаем, если ты в шоке. Николич, где он кокальник? Да. У нее сквозки. Уступай. На АФ-30 сколько они человек? По-сторонней крючок. Внимаем. Хорошо. Пожаник посмотри. Пожаник, посмотри. Вxic. То как? Давайте в задевоку. Подхусты дверь. Пожаник. Посты дверь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...